Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви Волна, мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. От Иоанна 5 глава, смотрите, что здесь написано. Попытайтесь уловить смысл. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, поясню, кому ему. Иногда сложно объяснить весь контекст. Но тут он таков. То был некий инвалид, живший в купальне и ждущий ангела, который приходил и возмущал воду. Тот, кто входил в эту воду первым, исцелялся. Вот что происходило. Я был в той купальне в Вефезде. Это удивительное место побывать там. Настоящее чудо. Это один из моих любимых посылов. Хочешь ли ты поправиться? Речь идет о нем. Потом Иисус встретил его в храме, после того, как он исцелил его, и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Кажется, вы не поняли. Попробуем еще раз. Потом Иисус встретил его в храме. Кого его? Мужчину, парализованному в течение 38 лет, ждущего своего чуда исцеления. Он встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел. Другими словами, когда-то он был здоров. Но что-то произошло, и его здоровье ухудшилось. Получить исцеление значит вернуться в состояние до болезни. Мы знаем, что сказано в Библии. Он был парализован 38 лет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Я не принадлежу к числу христиан, которые считают, что за каждой проблемой в жизни стоит грех. Но в случае с этим человеком все так и было. Спасибо за бурную реакцию. Разве мы не прочитали только что стих, в котором Иисус говорит, ты выздоровел, перестань грешить, чтобы с тобою не случилось чего. Иисус не замедлил исцелить его. Иисус не сказал, твой грех мешает мне исцелить тебя. Он говорит, если ты не хочешь, чтобы с тобой случилось чего хуже, перестань грешить. Наверняка, когда ученики услышали это, они подумали, раз Иисус так говорит, наверное, грех этого человека есть причина его болезни. Я легко могу представить, как они говорили об этом с Иисусом, но стих вам не процитирую. Расскажу вам, что случилось. Они ходили с Иисусом, считая себя красноречивыми философами. Хотели показать всем, как хорошо им дается библейская герменевтика. Хотели показать, как хорошо они разбираются в Божьем Слове. И вот они встречают мужчину, который родился слепым, и спрашивают, из-за чьего греха ослеп этот человек, учитывая, что он таким родился. Была ли то его вина? Хоть он и с рождения таков, или то была вина его отцов? Многие христиане так и делают. Они берут слова Иисуса, сказанные о конкретной ситуации, и применяют их ко всему. А Иисус ответил, этот человек не согрешал, как и его отец. Он родился слепым для того, чтобы людям явилась Божья слава. Иисус не сказал, что в этом человеке не было греха, но ослеп он не из-за греха. Вот что я знаю. У всякого нашего выбора будут последствия. Несмотря на то, что вам говорит ваш тренер, преподаватель в институции, даже Голливуд. Даже если это легально. Закон сеяния и жатвы распространяется на всех. В Библии сказано, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Другими словами, сеяние и жатва, что человек посеет, то и пожнет. В послании к Галатам 6 главе 7 стихе сказано, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Если вы посеяли негативную мысль, вы пожнете негативный результат. Если вы посеяли позитивную мысль, вы пожнете позитивный результат. Однако мне кажется, что когда мы сеем что-то негативное, мы не всегда видим мгновенно результат такого сеяния. Поэтому нам кажется, что это не так уж и плохо. Ничего же страшного не произошло, поэтому мы снова это делаем. Просто потому, что не видим последствий. Давайте-ка я проиллюстрирую эту мысль. Слушайте внимательно. «Самый мудрый человек в мире говорит в притчах, проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скуда умного». Соломон, самый мудрый человек в мире, делится некоторыми наблюдениями о природе человека. Он проходил мимо поля человека, владеющего виноградником. И тот был ленивым и скуда умным. Все это заросло терновником, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И обратил что? Ваш выход обратил сердце мое. И посмотрел и получил урок. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя». Ты не замечаешь прохожего. Он подкрадывается неожиданно, но уверенно. «Немного поспишь, немного подремлешь, чуть больше поработаешь, и ты уже выделяешься, немного поленишься, и не сразу увидишь последствия». Вот о чем предупреждает Соломон. Тот человек был ленив и скуда умен. Его виноградник порос терновником, он был заброшен, и ограда его обрушилась. Все это произошло, потому что он прощал себе маленькие слабости. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного полежишь, сложив руки, и придет бедность твоя». «Ну же, церковь, у нас с вами одна жизнь. Давайте проживем ее на максимум во имя Иисуса. Даже познание глубин теологии, благодати, не избавит вас от последствий, синия и жатвы». Но, пастор, это же благодать. Да, благодать действует. Но если ты посеешь плоть, пожнешь плене. Можно проповедовать о благодати, пока не вернется Иисус. Но то, что его благодать покрывает тебя, не означает, что тебе можно ничего не делать до конца своих дней. Вы только смотрите, что написано в Библии, во Второзаконии. Если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Это послание мне определенно по душе. Благословен плод чрева твоего, твои дети, и плод земли твоей, твоя работа, то, чем ты занимаешься, благословенные житницы твои и кладовые твои, твои питомцы, твоя собака и даже кошка. Ну же. Срочно смени тему, ты теряешь слушателей. Плод земли, житницы, кладовые, другими словами, твоя работа, твой бизнес, твои финансы. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Надеюсь, каждый на этом месте хочет быть благословленным. Как-то вы не очень хотите, по-моему. Наверняка вы хотите ходить в благословении. Если вы подчиняетесь Богу и Его закону, то будете благословенны при входе и при выходе. Благословенны в городе и за городом. Кто хочет ходить в благословении, я хочу поговорить с вами о том, как жить в благословении. Первое, что от вас требуется, это позволить Богу изменить ваше сердце. Нам кажется, что все дело в воздержании от грехов. Как только я научусь от них воздерживаться, когда у меня появится настоящая власть, но дело не в воздержании, а в изменении сердца, скажите кто-нибудь на это. Аминь. Когда меняется ваше сердце, меняется ваше поведение, ваше мышление, все меняется вам. И я докажу вам это. Притча 4 глава, 23 стих. Это один из моих любимых стихов в Библии. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Храни, найми охрану. Что бы ты ни хранил, храни свое сердце больше всего. Другими словами, что бы тебе ни было ценно, вы ведь цените своих детей? Для кого важно хранить своих детей? Правда? Вы запираете машину, когда вы ходите из нее. А почему? Потому что она вам дорога. У кого есть сигнализация в машине? У многих. Да? Сигнализация — это неплохо. Слава Богу за нее. Кто из вас закрыл дверь дома на ключ, прежде чем прийти сюда? Вдруг кто-то увидит что-то и возьмет. Почему мы это делаем? Потому что нам это ценно. В Библии, конкретно в этом стихе, написано, «Больше всего храни свое сердце». Существует немало вещей, которые надо хранить. Вы меня услышали? Больше всего. Что бы вы ни делали, что бы вы ни хранили, что бы вы ни ценили, вы оберегаете это, защищаете. Понимаете, о чем я? Версии короля Иакова сказано, «Старательно храните его, ибо это повлияет на ход вашей жизни». Так сказано в переводе «новая жизнь». Ни другие влияют на ход вашей жизни, на ваш путь. Влияет то, насколько хорошо вы храните свое сердце. в слове сказано о вашем сердце. Вы согласны, что это важно? Здесь говорится о состоянии вашего сердца. «Мне нужно быть честным самим собой». Кто когда-либо так говорил? «Мне нужно быть честным самим собой». Теперь-то вы меня понимаете? «Собой» звучит определенно лучше, чем «собою». Скажите «самим собой». Когда мы говорим «собой», это приятнее уху. Это литературно точнее, слава Богу. Но вот о чем здесь идет речь. О наших эмоциях, привязанностях и чувствах. Из этого и состоит наше сердце. С этим трудно поспорить. Говоря о сердце, мы действительно подразумеваем эти вещи. Это ваши эмоции, привязанности и чувства. Но в Библии к этому добавлено еще кое-что очень важное. Важно хранить свое сердце, свои эмоции, привязанности и чувства. Но когда в Писании говорится о сердце, подразумеваются также и ваши моральные убеждения. Да, вам необходимо заботиться о своих эмоциях, привязанностях и чувствах. Но в Библии говорится, что сердце – это и ваше моральное убеждение. Именно благодаря ним вы чувствуете опору под ногами. Слышите? Я бы хотел задать вам несколько вопросов, а точнее три. Что значит хранить свое сердце? И как хранить свое сердце? Я уже говорил об этом. У вас ведь есть дети? Для кого из вас работа является ценностью, в связи с чем вы приходите на нее вовремя? Вы любите Бога, поэтому вы приходите в церковь вовремя. Да. Но состояние вашего сердца важнее всего этого. Оно важнее, чем безопасность вашего дома. Сегодня утром один парень преподал мне хороший урок. Я предложил ему блинчик, а он сказал, что он их не ест, потому что они не полезны для здоровья. Он отказался съесть мой блинчик. И более того, начал рассказывать мне о холестерине. Информация была действительно полезной. Мне понравилось. Он бережет свое здоровье. Но больше всего хранимого храни свое сердце. Храни его больше, чем что бы то ни было. Храни свои моральные принципы. В Новом Завете сказано, что наши сердца омыты, но также здесь сказано, чтобы мы не допускали горечь в свое сердце. Иногда мы допускаем ее, не посвящая достаточно времени молитве, чтению слова, благодаря которым и формируются наши моральные принципы. Если вы не посвящаете времени чтению слова и молитве, то скажу вам прямо, ваше сердце отклонится от курса. В вашем сердце поселится гордыня. В него придет раздражительность. Вы зациклитесь на себе. Начнете доверять только себе, рассчитывать только на себя. Наши сердца легко обмануть, поэтому я хочу задать вам вопрос, что значит «хранить свое сердце». Вот ответ. Это означает, что ценности, запечатанные у нас в сердце, нам должно хранить больше всего прочего. Второе. Зачем хранить свое сердце? В Библии сказано, что если мы храним его, если для нас оно ценнее всего другого, то мы знаем, что именно из него все источники жизни. Иисус сказал об этом примерно так. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». Теперь вы внимательны, как никогда. А злой человек из злого сокровища выносит только злое. От избытка сердца говорят уста. Смотрите, как это выглядит на деле. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. Иисус говорит с фарисеями, «А те пытаются доказать, что мытье рук влияет на святость человека». Они говорят, что вся суть в делах израильского народа, в хранении традиций. Человек освящается, когда не ест ничего нечистого, когда он хранит субботу, но Иисус говорит, «Нет, нет, нет. Не это делает человека святым. И лишает его святости так же не то, что вы предполагаете. Послушайте, что он сказал. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства». Почему-то мне вспомнилась книга «Пятьдесят оттенков серого». Завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Другими словами, человек не приобрел все это за ночь. К примеру, возьмем прелюбодеяние. Ни один мужчина и ни одна женщина не просыпаются с утра с мыслью «Сегодня я совершу прелюбодеяние». Это случается тогда, когда у супруга или у супруги сердце не на месте. Может, у них состоялся неприятный разговор, после которого в их сердце остался осадок, осталось непрощение. Это может длиться неделями, месяцами. Затем случается еще один конфликт, очередной неприятный разговор. А затем становится понятно, что вы не сохранили ваше сердце. Почему же вы его не защитили? Почему не сохранили свои моральные убеждения, основанные на слове? Вы не читаете слова. Вы не храните свое сердце. Вы не молитесь. Бог не может до вас достучаться. Вашим сердце горечь. А затем так происходит снова. Вы идете на работу, и там кто-то обращает на вас внимание. И не успев хорошенько все обдумать, вы понимаете, что ваше сердце уже не на своем месте. Актуально ли это слово для кого-то? Так все и происходит. Не за ночь. Это происходит тогда, когда вы игнорируете позывы своего сердца. В вашем сердце есть некий источник, река, течение которой подхватывает других людей. Качество вашей молитвенной жизни влияет на людей вокруг вас. Может, у вас есть принципы, но если ваше сердце не на месте, то вы будете проповедовать лишь себе и свою гордыню. Если ваше сердце наполнено страхом, то оно будет изливаться наружу. Если ваше сердце наполнено верой, то оно будет изливаться наружу. Вы будете влиять на все свое окружение через то, что происходит у вас в сердце. Храните свое сердце, ибо из него источники жизни. То, что исходит из вас, влияет на других людей. А в Библии сказано, почему многие люди грешат против Писания. Потому что, когда мы не стараемся хранить свое сердце, то все наши принципы постепенно отходят на второй план. Мы перестаем читать слово и молиться. Совсем недавно мы разговаривали с нашим риэлтором о страховке дома. Если коротко, то я, перечисляя застрахованные вещи в доме, решил добавить в страховку пару новых вещей. На что она мне сказала, «Мистер Келли, ваша страховка на все эти вещи была аннулирована два года назад». Я спросил, что-что? Да, она истекла два года назад. Я снова. А что, если нас вдруг ограбят? Ну, страховка этого не покроет. Вы от нее отказались? Я не отказывался от нее. Она порылась в своих бумажках и сказала, «Да, вы правы. Вы не писали заявление об отказе, хотя страховка была аннулирована. Наверное, тут какая-то ошибка». Я спросил, «А что, если бы меня ограбили?» Я потом еще какое-то время переживал по этому поводу. Слава Богу, нас не ограбили. Но вы же понимаете, да? Ну, и пистолеты дома меня немного успокаивали. Я начал переживать и подумал, «Когда я в последний раз так переживал о своем сердце? Если мне так дороги эти вещи, то как дорого должно быть мне мое сердце?» Касается ли это слово кого-то? Когда вы в последний раз говорили, «Господи, поверить не могу, что я только что это почувствовал, я продолжу проповедовать, вижу по вашим лицам, что вам все нравится». Вот что происходит. Бог испытывает наши сердца. Не так ли? Чтобы показать, что с ним не так, он испытает тебя. Он испытал Авраама и сказал, «Теперь я знаю, что ты был готов отдать мне своего сына». Он испытал его. «Я испытал тебя. Бог испытывает людей». В шестой главе Бытия написано, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бог посмотрел на сердце человека и сказал, «Что там есть лишь зло. Нам нужно все начать сначала». Вы меня слышите? В первой книге царств, в 13 главе, говорится о Сауле и Давиде. «Самуил говорит, но теперь не устоять царствованию твоему». Он обращается к Саулу. «Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Господь говорит, «Саул, я посмотрел в твое сердце, и мне не понравилось, что я тому видел». Мне все это не понравилось. Но я нашел кое-кого другого. Его зовут Давид. Царь из Саула не вышел. Давид же был мужем по сердцу Божьему. Помните, что Давид не раз ошибался по-крупному? Он был неидеален, совершил убийство, прелюбодеяние. И это все была история с одними и теми же участниками. Однако в Библии сказано, что он был мужем по сердцу Божьему. Господь увидел что-то в сердце Давида. Затем там сказано про Соломона. Он был хорошим, мудрым человеком, но смотрите, что с ним произошло. Во время старости Соломона, вначале о нем говорится мудрый, вы помните? Но его сердце отклонилось от пути. Во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу Своему, как сердце Давида, отца его. Жены склонили его сердце. «Я вам признаюсь, я люблю свою жену, и я благодарю Бога, что у меня нет другой жены, кроме моей. Слава Богу, одной достаточно». И все мужчины на это сказали «Аминь». Ах, вы бессовестные такие. Затем приходит Иисус. Иисус чище Давида и мудрее Соломона. Смотрите, что сказано в Библии. Бог все еще испытывает сердца верующих. Ветхий и Новый Завет. Первое послание Фессалоники, цем 2 глава. Послушайте, что говорит апостол Павел. Павел, который написал две трети Нового Завета. Он говорит, «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие? Так мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наше». Павел говорит, «Я не пытаюсь популяризировать свои проповеди, проповедовать так, чтобы нравилось людям». Бог испытывает мое сердце и проверяет, останусь ли я верным своим моральным убеждениям, тому, что Божье Слово не терпит компромиссов. Я здесь не для того, чтобы угождать людям, но для того, чтобы Господь проверил, останусь ли я верным Евангелию, даже если оно будет ненавистно всем остальным людям, несмотря ни на что, я должен проявлять верность своему Богу. Аминь. Молюсь, чтобы это Слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье Слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисусом? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса». Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stevekelly.tv Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу. На уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Бог создал тебя не для того, чтобы ты просто занимал здесь место. Иисус был распят на кресте и воскрес из мертвых не для того, чтобы мы сдавались и просто выживали. Мы будем процветать во славу Иисуса Христа. Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, Господь, я буду идти вперед, я не буду стоять на месте, вы получаете поддержку с небес. Небеса будут всегда рядом с вами. Субтитры сделал DimaTorzok